Вы смотрите новости. Меня зовут Лаура Жакупова, ведущий сурдоперевода Хасан Исраилов. Добрый вечер. Прямо сейчас некоторые сообщения этого выпуска. Потопа не будет. Затопит ли ЖТСУ из-за резкого потепления? Что говорят местные власти? Дорожный брак. Дорога ушла из-под колес. Куда девается асфальт в Мангестау и как решают эту проблему? Косули в городе. Дикие парнокопытные изобрели в Петропавловск, что пришлось пережить им в оживленном городе. Об этом и другом подробно через несколько секунд. Более 90 жилых комплексов без разрешительных документов строится сегодня в столице. Хаотичная застройка Астаны не выдерживает никакую критику, отчитал сегодня президент Акима города. Земли в столице выделяют и распределяют нерационально. Глава государства поручил правительству ужесточить меры госрегулирования в сфере жилищного строительства. Проблема в нехватке инженерной инфраструктуры, из-за которой Акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. В результате без работы могут остаться порядка 30 тысяч человек. В столице также ощущается острый дефицит парков, мест для комфортных прогулок и отдыха жителей. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс, тогда как город нуждается больше в общественном пространстве, зеленых насаждениях и пешеходных улицах. При планировании генплана столице следует заранее все это учитывать, отметил Тукаев. Глава государства также подверг критике состояние дорог и нехватку автобусов. Казахстанские предприниматели чаще всего жалуются на нарушения в сферах земельных отношений, госзакупок и градостроительства. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава Кабмина. В связи с этим Алихан Смаилов поручил ускорить работу в рамках реформы с чистого листа, направленной на регулирование бизнеса. Сегодня проанализировано 44 сферы, выявлено более 10 тысяч требований, соответствующих базовым условиям новой регуляторной политики. Кроме того, в республике создали реестр обязательных требований в сфере предпринимательства. Бизнес освободят от административной ответственности за несоблюдение устаревших правил и будут выявлять неэффективные дублирующие критерии. Премьер-министр также призвал госорганы оперативно реагировать на обращения предпринимателей. Бизнес должен почувствовать, что государство заинтересовано в его стабильной и прибыльной деятельности. Ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 миллионов человек и снижение доли государства в экономике до 14%. Потопа не будет. В Казводхозе заверили, что юг республики не затопит водой из Шардаринского водохранилища. Опасения о его переполнении высказывали представители отдельных государственных структур. Их поддерживали также в местных исполнительных органах. В качестве решения называли сброс в водоеме сопредельного государства. О том, как это скажется на водозапасах, которые в Казахстане и без того невелики, авторы идеи не сообщали. О водно-политическом балансе наш следующий материал. На юге Казахстана нынешней зимой, хотя там и лютые морозы, жарко, представители государственных структур различного подчинения спорят о судьбе Шардары. Вернее, о судьбе воды водохранилища. Ещё вернее о том, рванёт или всё же удастся спустить до орала. О том, что Шардара не выдержат, говорили ещё в 2004-м. С того времени решения о работах на плотине водохранилища периодически принимались. На этом, собственно, работы завершились. Шардаринское водохранилище вполне может принять тот объём воды, который сейчас туда поступает. В Коксарайском водохранилище тоже есть резерв для 300 миллионов кубометров воды. Этот объём воды не превышает проектного объёма 1 миллиард кубометров. С 2019 года мы провели реконструкцию Шардаринского водохранилища. В прошлом году мы завершили все ремонтные работы. На сегодня оно находится в хорошем состоянии. В предпаводковый период гидросооружение. Да ни одно, даже если оно и нужно, не построить. Сейчас важно не допустить чрезвычайных ситуаций и собрать в казахстанских водоёмах максимально возможный объём воды. Впереди поливной сезон. На сегодняшний день водохранилища страны, которые находятся на республиканском балансе, готовы принять все талые воды. В Шардаринском водохранилище к этому моменту имеется свободный объём в 1 миллиард кубометров воды. Это не даст усугубить ситуацию в поводкоопасный период. Разговоры о переполненной Шардарин начались на фоне аномально нестабильной погоды. То дождь, то снег, то жарко, то почти северные морозы. Вот вода и пошла. Шардаринское водохранилище готово принять поступающую воду. Сегодня там идёт работа в штатном режиме. Прибывающую воду мы должны распределять по каналам, учитывая погодные условия. Есть, к примеру, канал Козылкум. Пока это наши планы. Сегодня же я могу с уверенностью сказать, что никакой опасности нет. Если говорить о поступающем объёме воды, на сегодня в секунду водохранилище прибывает 1389 кубов воды. В 25 дней мы будем принимать такой объём воды, а дальше спускать воду. В общем, всё хорошо и беспокоиться не стоит. Сказали бы мы в завершении. Вот только успокаивать себя тем, что очередная весна прошла без ущерба и катастроф, едва ли будет разумно. И вместо того, чтобы каждый январь переживать о том, где тонко, усилия лучше направить на нечто более рациональное. А вопрос с водоёмами просто решить раз и навсегда. Навести порядок везде. Чтобы больше думать о государственной безопасности, а не о том, что должно преобладать в неустойчивом водно-политическом балансе. Айшау Симбекова, Хабар. Но вот, собственно, и в области ЧТСУ о прорыве водохранилищ не беспокоятся. Уверены, что переживать не о чем. 113 гидротехнических сооружений области в полном порядке. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в регионе ожидается резкое потепление. Температура воздуха поднимется до 7 градусов выше нуля. И также прогнозируются дожди. Всё это может спровоцировать сход воды с гор, ну и, соответственно, подъём уровня воды в реках. Для недопущения ЧТС жителям и представителям хозяйствующих субъектов настоятельно рекомендуют очистить от мусора каналы и арыки. А специалисты тем временем совершают облёты горных хребтов и моренных озёр. На территории пяти районов определены семь поводкоопасных участков. Для ежедневного мониторинга поводкоопасных участков выставлены 52 гидропоста КАС-селезащиты и КАС-гидромет. В целях раннего реагирования, а также снижения рисков на опасных участках сотрудниками ДЧС в области ЖИЦУ совместно с местными исполнительными органами проводятся профилактические работы. В Алматы оцифровывают водопроводную сеть на трубах, устанавливают датчики водопотребителей. Там планируют обслуживать дистанционно. В настоящий момент большая часть инженерных коммуникаций выведена в цифровой режим, где заносится вся необходимая информация, что улучшает и при проведении плановых работ, ремонтных работ. Мы знаем характеристики и пути прохождения всех инженерных коммуникаций города. В дальнейшем предполагается установка специального оборудования, датчики так называемые, которые будут следить за объемом поставляемой воды в различных частях города, дистанционная регулировка давления подачи, где надо увеличить, где надо будет снизить давление. В Мангистауской области проверили качество битума, используемого при строительстве дорог местного и республиканского значения. В результате контрольных рейдов специалисты Национального центра качества дорожных активов отобрали 28 проб. Лабораторные испытания показали, что часть из них не соответствует техническим характеристикам. Экспертные заключения и рекомендации направлены на местный битумный завод по указанию надцентра в прошлом году. В регионе некоторые дороги были переложены заново. И за свой счет подрядчики провели реконструкцию трассы Щетпе-Кзан на участке Тасмуру-Мастек, а также улицы Форта-Шевченко. В нашей компании был охват 100% всей местной сети. Ежемесячно мы производили испытания всех строительных дорожных материалов. Произведена диагностика автодороги более 800 километров. 7 февраля партия Аманат проведет неочередной съезд. В его работе примут участие делегаты со всей страны. Об этом сообщает исполнительный секретарь партии Ельнур Бейсинбаев. И вот сегодня стало известно, что съезд Общенациональной социал-демократической партии назначен на 2 февраля. Продолжаем. В Алматы оператор мобильной связи Теледва запустил тестовые зоны пятого поколения мобильной связи. Это стандарт 5G. Технология обеспечивает более высокую скорость, минимальную задержку соединения и надежный интернет. Как говорят эксперты, в полной мере ощутить все преимущества связи пятого поколения. Соотечественники смогут лет через так же пять. Чем же 5G отличается от предшественника, разбиралась Карл Гаш Минаякова. Оператор Теледва Алтел, запустивший 5G в Алматы, обеспечит интернетом пятого поколения весь Казахстан. Запуску стандарта 5G предшествовал аукцион операторов сотовой связи, который инициировал Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Конкурентная борьба обеспечила ту стоимость, которая в результате получилась. 156 миллиардов тенге за два лота. Если сравнить приведенную стоимость к характеристикам еще раз мегагерц на население, то мы находимся в середине, на медианном уровне, в международном плане, там, где аукционы были уже проведены. Наша компания в консорциуме с K7 выиграла частоты и право на запуск технологии 5G. Это означает, что наши две компании получают в использовании частоты, пригодные для технологии 5G, и набор лицензионных обязательств. Лицензионные обязательства предполагают запуск технологии 5G на достаточно хорошем уровне для государства. В течение пяти лет каждая компания, которая выиграла лот по запуску связи пятого поколения, должна построить и запустить по 3,5 тысячи станций в городах республиканского значения и во всех областных центрах. Не секрет, что Казахстан находится в топе мировом с точки зрения развития государственных услуг, электронных государственных услуг. И здесь, опять же, инфраструктура, мобильная инфраструктура играет ключевую роль для того, чтобы эти услуги доходили до конечного потребителя, до граждан. С прошлого года алматинцы уже почувствовали, что в некоторых частях города скорость интернета повысилась. Сейчас 5G работает в пилотном режиме на трех локациях. На пешеходной зоне по улице Панхилова, на высокогорном катке Медео и горнолыжном курорте Шамбулак. Это стало возможным благодаря сети пятого поколения. Она способна обеспечить скорость соединения в 40 раз выше, чем сети 4G. Эксперты телекоммуникационной индустрии приводят простой пример отличия этих частот. Пока вы скачиваете один фильм посредством 4G, за это время пользователь 5G способен загрузить два десятка. Возникает вопрос, зачем мне смотреть видео в более высоком разрешении или с большей скоростью. Тем не менее, мы все туда придем, потому что драйверами этого процесса являются не только конечные потребители, и не мобильные операторы, которые предоставляют инфраструктуру, а вся палитра сервисов, которыми мы пользуемся. Это и сфера образования, финансовые и государственные услуги, которыми мы уже пользуемся. Вместе с тем, 5G – это технология, которая даст новые возможности для развития цифровизации производства. Это высокие скорости 1 гигабит в секунду, без участия кабельной инфраструктуры. Датчики с применением этой технологии способны обеспечить безопасность на производстве. Они вовремя среагируют на задымление, определяют процент наличия газа и других вредных веществ. Карлогаш Минаекова, Эдуард Кон, Хабар, Алматы. Ошейники из GPS с навигаторами надели на самку и самца снежных барсов в Национальном природном парке Алты-Немель. Вот так ученым-зоологам будет легче определить ареал обитания и изучить хищников. Сейчас на территории природного парка живут 11 барсов и четверо детенышей. До этого наблюдение за популяцией велось благодаря фотоловушкам. Все три снежных барса не покидали территорию парка. Они сейчас зимуют в ущелье Жзасу и Шелбартэзгэн. Там проходят тропы горных козлов, на которых они ведут охоту. За один день хищники преодолевают расстояние от 18 до 21 километра. А в Петропавловске спасают косуль, и они оказались в черте города и пострадали от укусов бродячих собак. Вот одно из животных после нападения псов погибло. Еще несколько парнокопытных охотинспекторей отвезли в ветеринарную клинику для оказания необходимой помощи. Тех, кто получил незначительные травмы, сразу же отпустили в привычную среду лес. Ну а вот косуле по кличке Найденка пришлось ампутировать ногу. У нее был перелом и обморожение конечностей. Сейчас животные выхаживают в местном ботаническом саду. Там на содержании теперь находится четверо косуль. Волонтеры даже объявили сбор средств на лечение пострадавших животных. Сейчас кормление происходит за счет помощи волонтеров. Охотничье хозяйство поставляет корм, теперь собственные средства. Вопрос встает в том, что на территории города нет специализированных центров, таких природоохранных, где бы были огорожены вольеры для содержания и, в общем-то, чтобы выхаживали в них вот таких животных, которые попали в несчастье. В общем, в связи с этим вот нужна дополнительная территория. Искать верный выход из экстремальных ситуаций учат теперь школьников на востоке нашей страны. Шество над ними взяли спасатели этого региона. В полевых условиях суровой зимы старшеклассников ставят на лыжи. Обучают тактике выживания в таежной местности и форсированию метровых сугробов. Группы из 80 человек учат разжигать сигнальные костры, оказывать экстренную медицинскую помощь условным пострадавшим и выбираться из лесных массивов без компаса. С поставленными задачами ребята справляются. В подобной обстановке они тренируются несколько раз в неделю. В регионе действуют свыше 250 детско-подростковых клубов и в их составе свыше 8 тысяч курсантов. Хороший показатель у всех в стрельбе, в спортивном ориентировании, знают знаки сигнальных безопасностей, умеют пользоваться веревкой. Но вот, по моему мнению, не все быстро еще владеют науки разжигания костров, ну то есть выживания в суровых условиях зимней природы. Но будем над этим работать. И еще один материал нашего выпуска. Новые головные светильники со встроенной видеофиксацией появились на шахтах Арселор Миттл Тиммертау. Приборы получили свыше 800 работников угольного департамента. Их внедрение теперь поможет повысить уровень безопасности на предприятии. Подробности узнаем из следующего материала. Современная техника на производстве играет огромную роль в вопросах безопасности. Точечная видеофиксация – это большой шаг вперед. На шахты угольного департамента в полном объеме поступили новые головные светильники по последней технологии, которые позволят нам повысить уровень безопасности в наших угольных шахтах. Первую пробную партию 15 светильников закупили еще в 2021 году. Сейчас их больше 800. В планах увеличить их количество и установить в шахтах стационарные системы видеонаблюдения. Во-первых, это самодисциплина. Во-вторых, любые моменты спорные – это как видеорегистратор в машине. То есть можно будет какие-то непонятные моменты, изучив пленку, выяснить, уточнить и сделать акцент на правильном принятии решения. Доступ к просмотру данных с регистратора ограничили, чтобы файлы не оказались в социальных сетях. Просматривать их выборочно будут специалисты по охране труда. Имеется встроенная флешка, то есть носитель, на который это все записывается. Потом лампа после работы может подключена к специальному устройству, которое уже выводит на компьютер, на монитор, выводит данные видеофайлы. Внутреннего накопителя хватает на запись трех рабочих смен. Кроме того, в новых светильниках встроен датчик метана. В планах предприятия также внедрение искусственного интеллекта для анализа данных. Алина Боржанова, Хабар. Все новости вы можете найти на официальном сайте и в социальных сетях.